Всем привет! Да, друзья, привет всем, кто подключается. Это снова я. Давайте ждать всех подключившихся. Привет, привет, ребятки, всем привет! Всех очень рада видеть снова. Для тех, кто подключается в первый раз или до сих пор не знает, кто же эта таинственная барышня, что с вами разговаривает каждый вторник и четверг, меня зовут Алиша. Я пресс-секретарь РДС Гран-при. Очень приятно. Привет, Бельгия. Я не устала, мне приятно пообщаться с ребятами. Всем привет. О, премринг, премринг, дорогой, привет. Вовка, ну, конечно, похоже. Куда же я денусь? Да, волосы всегда. Сегодня они особенным дешираком, я их не укладывала. Привет, привет всем. Ребят, чем вас больше становится, сегодня мы запланировали в 16.00 стрим с Алексеем Головней. Но он мне буквально 20 минут назад написал, что у них в Киеве случился шторм, какой-то небольшой ураган, и им обрубило электричество везде. И в том числе у него там, в центре, где он тоже собирался проводить наш сегодняшний стрим, нет ни света, ни электричества, ни Wi-Fi. И, соответственно, он попробует посидеть с мобильного интернета. У него нестабильная связь. То Е, то ЛТЕ, то еще какие-то там, в общем, дела. Давайте мы все-таки попробуем. Вдруг мы счастливчики, у нас все получится. И мы проведем этот стрим с Лешей. Если вдруг стрим не заладится, то мы с вами перенесем его на следующую неделю. Так, скажи, кто лучше, Годжи или Аркаша? Аркаша уже была, с Федей будет прямая трансляция. Да, Леша покрасилась. Я нахожусь в городе Краснодаре, поэтому такая вот хорошая погода. У нас тоже электричество вырубили. Да, говорит, что у нас говорит, что да. Так, в микрофон задувает. Сейчас, когда Леша подключится, в микрофон перестанет задувать. Мы уже эту проходили историю. Первый этап случится тогда, когда мы утвердим календарь. Календарь пока, к сожалению, не утвержден ввиду некоторых обстоятельств. Но мы обязательно, обязательно это сделаем. Кристос еще мне не отвечает, к сожалению, на сообщение. Но я очень хочу его на стрим. Поэтому я думаю, что все случится. Чепа где? Чепа, рассказывала я в начале, где у нас Чепа. Чепа находится сейчас в Киеве. А в Киеве случился ураган и неожиданно отрубила везде свет, вай-фай и прочие прелести жизни. Мы попробуем с ним выйти в эфир в прямой. И надеемся, что у нас все получится. Если вдруг у нас не получится выйти с ним в прямой эфир, то мы его перенесем на следующую неделю. Царь у меня на стриме уже был. Поэтому, пожалуйста, повнимательнее немножко посмотрите. В IGTV у нас есть стрим с царем. В Найтапах будет, да, прямая трансляция. Казахстану большой привет. Пока, наверное, нам не ждать на премринге в ближайшее время. Но мы очень хотим, правда. Мы очень хотим на премринге. Так. Ну, еще буквально немножечко. И я думаю, что Чепа постарается к нам подключиться. В Instagram у нас, в Instagram TV, есть короткая версия стрима с царем. Обязательно ее посмотрите. Также у нас полная версия стримов. Мы публикуем сейчас на нашем Telegram канале Russian Drift Series. Поэтому там тоже подключайтесь. В Екатеринбург большой привет. Каба, наверное, будет. Точно пока не могу сказать, когда Каба будет. Ребят, у меня, знаете, еще такая к вам просьба. Давайте будем добрее в прямых эфирах. Я понимаю, что здесь большинство молодых горячих людей пишет. Но давайте не будем опускаться до каких-то оскорблений и до каких-то не очень приятных вещей. Давайте просто сделаем так, чтобы наш стрим был наполнен хотя бы добрыми комментариями какими-то. Даты на все этапы поменяются. Это все зависит от того, насколько сдвинется вообще, в принципе, сезон ввиду вот этой вот ситуации, ввиду обстановки всей. Так. У нас не подключился еще Леша. Надеюсь, что Леша все-таки победит свой мобильный интернет. Леша, давай, мы тебя очень-очень ждем, очень-очень ждем. Постарайся победить свой интернет. Если нет, то, блин, мы перенесем его обязательно. Надеюсь, до вторника ему дадут свет в Киеве. Всем брать билеты на финал в Сочи предлагает Настя Штендерг, наш спортивный директор. Настя, у меня билеты на Сочи уже есть. Эфир с Шиковым Никитой уже был, тоже посмотрите. Дамир тоже был у нас, тоже смотрите. И стрим с Гочей был, тоже смотрите. С Тимоном стрим... Мне кажется, Тимона очень много в инфопространстве. И его очень много, в принципе, на стримах, на разных. Поэтому я думаю, что с Тимоном не так актуален стрим. Он веселее стримит через свои аккаунты. Но вдруг будет... Кстати, Остапов, да, хорошая идея. С Остаповым обязательно сделаем. Давайте Катю... О какой Кате идет речь? Катя на Бочинку уже была. Поэтому тоже нужно смотреть. Лукойл Тим подсоединились. Привет, ребята. У Леши Головни нет интернета. Мы его ждем. Мы ждем. Мы договорились, в общем, с Лешей, что он сейчас попытается подключиться через свой интернет, через мобильный. Он мне прислал видео, где там куча поваленных деревьев вокруг. Поэтому мы подождем, Леша подключится или нет. Понятия не имею. Феди Воробьева еще не было. Я прям себе пометочку сделала. Давайте сделаем Феди Воробьева. Только давайте так. Если мы делаем стрим с пилотом, вы смотрите обязательно его. Если просите, то смотрите. Феди Воробьев. Иванова. Большой привет. Так, смотрим, есть ли у нас Леша Головня в эфире. Я вот на самом деле... Леш, если ты вдруг вошел в эфир, пожалуйста, помаши мне ручкой. И мы тогда с вами попробуем подключиться. Если нет, ну что, ждем. Давайте так. Ждем Лешу примерно минуточек десять. И если вдруг ничего не происходит, то договариваемся с вами о другой встрече какой-нибудь. Кстати, как вам наш эксперимент двойного стрима с Чарльзом? Такой он был необычный. С английского на русский переводили. Как вам вообще такой формат? Я видела, что многие не выдерживают, многие уходили, потому что, видимо, долго было. Но согласитесь, что этот эксперимент был прикольный. Такого, наверное, нигде еще не было. Очень хочу, чтобы Кристопс был на самом деле. Но Кристопс мне не отвечает в WhatsApp. Так что, кто имеет возможность передать Кристопсу? Кристопс, пожалуйста, ответь мне в WhatsApp и согласись на эфир. Сайта не было, понятия не имею, как делать стрим с сайта. Он очень плохо говорит по-английски. Вернее, практически не говорит. Японский у меня плохой. Поэтому пока с сайта мы не планируем стримов никаких. У меня никто ничего не пилит. У меня здесь... О! Лешка появился! Лех, давай попробуем. Ку-ку. Ох, видишь, какая история! Привет, наконец-то! Всем привет, привет! Куда ты убежал? В бункер? Да, в машину спрятался. Это единственное место, где сейчас есть интернет и зарядка. Потому что у нас... Что там случилось там? Расскажи-то, что у нас... У нас какая-то сумасшедшая буря. Во-первых, все стало желтым каким-то таким непрозрачным. Поэтому, если отвалится связь, то извиняйте сразу, потому что она нестабильная. Связь периодически скачет. То 3G, то LTE, то вообще отключается. Окей. Ну, блин, ну классно, что ты все равно к нам выбрался. Я, если честно, уже потеряла надежду. Кстати, у меня к тебе личная просьба. Твой сокомандник, который Кристос, не отвечает мне на сообщения. То есть он их читает и не отвечает. Он должен быть тоже в стриме. Это же Кристос, это нормально, он так делает со всеми. Да, скажи, что система, как его любимое выражение, пускай ответит мне и согласится или откажет. А то его все ждут. Лех, как дела? Хорошо, передам. Как настроение? Слушай, ну все было классно. Я готовился к эфиру, зарядил телефон. Вот, слава богу, что теперь так получилось. Настроил себе кресло поудобнее. Тут бах, ветер, буря, все потухло. Света нет, интернета нет. Вообще, мне кажется, что пришел конец света. Реально. У нас, по крайней мере, это так похоже. Почему? Из-за погоны или вообще еще какие-то другие? Очень сильный ветер и горячим дует. Если вчера у нас было 2 градуса, то сегодня 20. И это ответ, он прям горячим дует. Слушай, ну зато, блин, тепло, знаешь? Жарко, тени ломит. Зато не холодно. Слушай, а ты сейчас где находишься? У себя в Чепа Рейсинг? Да, да, да. Да? Расскажи, пожалуйста, как родилась вообще идея создать Чепа Рейсинг? И почему Чепа? Почему Чепа? Давай. Давай по порядку. Почему такая была идея? Я вообще давным-давно мечтал о своем сервисе, о своей мастерской, где бы я мог подготовить свою машину именно так, как мне хочется. Не кого-то просить, как это сделать, а сделать самому. Ну, для этого нужно, как понимаете, база, механики, инструмент. Поэтому это было не сразу. Все получилось с постройки первой машины, которая здесь в Украине была у меня построена, это жвачка. И я под нее взял небольшой бокс одного механика, и мы вместе ее построили. А потом одна за другой, одна за другой, и вот я уже построил несколько автомобилей и взял новую базу, которая немного больше, чем предыдущая. Так все само получилось. А почему Чепа? Слушай, это такой самый часто задаваемый вопрос. Эта кличка далеко из детства, которую не я придумал. И поэтому много объяснений у меня нет. Поэтому нужно сейчас поехать ко мне на родину в Крым и найти тех ребят, кто мне эту кличку дал, и спросить у них, так почему же, бляхомуха, Чепа? Может, они нас смотрят? Может, они нас смотрят и ответят, наконец-то? Напишите, почему Чепа, если вы знаете. Потому что Чепа не знает, почему он Чепа, но зато у нас теперь есть, там, вернее, в Украине есть Чепа-рейсинг даже, с вашей легкой подачей, друзья. Да, прикинь, даже Чепа-рейсинг есть. Обалдеть. Но мне, на самом деле, я смотрела твое интервью на Ютубе, мне очень понравилось, как у тебя там все выглядит. И вообще, мне кажется, что это так очень, знаешь, как у тебя очень чисто для сервиса, на самом деле. И, соответственно, был вопрос от подписчика. Но мы стараемся следить за порядком, это нормально. Это хорошо. Вот, знаешь, и был вопрос от подписчика, он сказал, он спросил тебя, а вы перфекционист, у вас там все так аккуратно в сервисе. Ты вообще как? Если ты что-то делаешь, то делаешь до конца, и хорошо? Слушай, я не могу себе так судить. Конечно же, каждый скажет, да, я перфекционист, я все люблю делать идеально. Я думаю, что этот вопрос корректно задавать кому-нибудь, чтобы кто-нибудь ответил, перфекционист ли я. Там никого нет рядом. Никто рядом не может ответить, перфекционисты или нет. Но не все и скажут. А, не все скажут. Я знаю, надо спрашивать жену, вот она ответит правду. Но жена, видимо, где-то дома, да, сейчас не ответит. Я думаю, что жена ответит хорошо в любом случае. Да, хорошо, ладно. Ну, будем считать, что ты перфекционист, потому что было видно, что все очень чисто и все очень аккуратно. Леш, вопросов очень много. Я выделила некоторые вопросы, а некоторые вопросы буду тебе задавать общими, да? Как, например, самый знаменитый вопрос. Почему ты пересел на SX? Вообще, что тебя сподвигло? И не боишься ли ты? На GT86. На GT86, да, прости. Не боишься ли ты новой платформы? Опять, что там что-то не так пойдет. И ты, в принципе, опять сезон уйдет, у тебя практически уплывет из твоих рук. Все переживают за тебя. Сезон уплывал из моих рук. Сезон у меня уплывал из моих рук просто молниеносно, когда я ездил на RB26. Вот это была проблема. Вот это, кстати, вопрос тоже есть. Я думаю, что RB26 не настолько плохая, как RB26. Поэтому, что касается этой платформы, я считаю, что это идеальная платформа по причине своей новизны, доступности, внешнего вида и современности. То есть это красивый современный кузов, который сейчас можно купить за адекватные деньги. Купить сейчас S13, S14 в Украине за такие деньги невозможно. А S15 и речи быть не может. У нас здесь всего две машины в Украине. Такие. Одна из них городская на тюнинге, вторая, которую мы строим, она полноценный корж. И эту машину привозили из-за границы, и она вылилась не в малую копеечку, потому что приходилось делать очень много бумажных процедур. Поэтому Nissan, они дорогие, они, как правило, редкие. На самом деле, найти хороший Nissan, с которого бы построить хорошую машину, это уже сложно. Они все либо переваренные, либо гнилые. Так и родилась идея, как бы взять новую платформу. Самым важным выбором еще было то, чтобы машина была легкой. Любая новая машина, они все тяжелые, даже возьми там BMW 2, она тяжелая. Она там 1600 килограмм, по-моему, весит по заводу. GT86 1250 килограмм всего весит заводская машина. Поэтому я в эту машину верю. Я ездил на этих машинах, я даже брал подиум на этой машине, и у меня нет никаких сомнений, что она не поедет. А от этого становится еще только интереснее. Доказать всем, что эта платформа реально действовательна. А на какой моторе у тебя будет? На два GZ теперь она? GZ, да. Мне очень нравится GZ в плане своей мощности, как он выдает мощность, настолько, сколько он крепкий и доступный. Я считаю, что вот эти три критерия самые важные. Надежность, мощность и доступность. Все. Ну, блин, слушай, классно. А ты можешь сказать, что GT86 это платформа твоей мечты? Либо у тебя есть какая-то особенная. Вот знаешь, ты мечтаешь построить такую тачку для 300. Вот давай помечтаем немножко. Какой бы была эта машина? Слушай, мне очень нравится Corvette, как у Каба был. Я прям тащу безумно. Он очень крутой. Но он дорогой, реально дорогой. Я не готов строить такую машину себе. Но, в принципе, как дрифт шасси мечты, ты бы выделил Corvette. Да, мне очень нравится. Может быть, я когда-то к этому и приду. Но с Corvette, я думаю, работы не меньше, чем с GT86. Тоже непростая платформа. И, может быть, даже с Corvette еще сложнее будет, чем с GT86. Поэтому, опять, к слову о этом кузове, о GT-хе и сомнений в том, что она поедет, у меня нет. А по поводу мечты, в 2017 или 2018 году, когда мы построили жвачку, мне удалось на ней проехать UDC-шный этап. Я максимально кайфанул от новой, построенной, свежей тачки. И с тех пор я захотел себе построить именно GT-ху. У меня с тех пор даже было два кузова, две машины, которые я покупал для постройки, но так и не срослось. И это третья машина, которую я купил и которая... Которая срослась. На каком у нас еще сетапе находится? Сегодня, сейчас мы ее подготавливаем к стенду. Заканчиваем электронную часть программирования дашбордов, ПДМов. И в субботу хотим поехать на стенд. Вау! А когда тест? Ты планируешь, ты уже? А тест, наверное, на следующей неделе. Вернемся, дай бог, после стенда все будет хорошо. Вернемся в бокс и подтянем всякие мелочи. И после этого уже появим на тренировку. Давай только в сториз снимай с тренировки. Как? В сториз, говорю, снимай с тренировки, чтобы мы посмотрели, как ты тестишь. Хорошо, обязательно. Как сказал Аркаша в каком-то из моих посте комментарием сказал, что «Так ты бы даже успел к первому этапу». Я говорю, да, я бы успел. Вот так, кстати, надо всем. Знаешь, мы немножко перенесли начало первого этапа и все выдохнули просто. Потому что никто, как оказалось, не успел к первому этапу. Хотя все начинают постройку машины. Вот-вот, это главное, мне кажется, правило, чтобы успеть. Не выдыхать. Да, я искренне надеюсь, что это такая нам месячная, максимум двухмесячная фора, после которой мы должны быть вот прям в максимальной красе. У нас должно работать все, светиться все лампочки на прицепах, настроены все подвески. Потому что теперь со своим сервисом я строю не только свою тачку, а у меня еще есть клиентские тачки, которым я тоже обещал, что они поедут к сезону. А это жесть. Как правило, даже одну машину хорошо подготовить, это сложно. А сделать ее реально, настроить дееспособно, это еще сложнее. Когда у тебя 3-4 таких машины, это дурдом. Поэтому это фора, которая нам дает чуть больше времени, но не расслабиться. А именно просто чуть больше времени, чтобы все в том же жестком режиме продолжать работать. Да, и чтобы все успеть. Слушай, а какую ты обычно трассу там используешь для тестов? На чайку ты едешь обычно? Я очень люблю чайку. Слушай, я была пару раз в Киеве. У нас здесь другой нет. Другой нет. Ну, знаешь, мало ли, куда-нибудь ты подальше, может быть, уезжаешь. Нет, ты все-таки на своей на родной чайке, да? Да, да. А по поводу Киева, все, кто там хочет приехать в Киев, посмотреть на чайку, крайне рекомендую это делать именно в дни проведения UDC. Потому что у нас это самая крутая гонка, которую проводит Макс Миллер. Но это, как правило, не только гонка. Вокруг этой гонки до и после очень много всяких интересных тусовок. Прямо это интересное времяпровождение. Поэтому, кто собирается приехать на чайку или в Киев, то я бы рекомендовал ехать именно вот в эти даты, когда будут ездить. Окей, хорошо. Спасибо за рекомендацию. Кстати, какие чемпионаты ты бы хотел проехать, в принципе, в 2020 году, если такая возможность у тебя будет? Может, пару этапов бы каких бахнул? Кроме RDSGP, конечно же. Хотелось бы, чтобы был RDSGP. Он будет, он будет, Леша, он будет. Помимо RDSGP. Ну, конечно, я бы хотел проехать Дрифтмастерс. Очень много вопросов было, потому что собираешься ли ты на Дрифтмастерс. В прошлом году у меня была такая возможность. Я заявился на один этап и не смог бы проехать по технической неисправности. Это был максимальный облом. Причем, который у меня, это был уже не первый облом. Потом все началось с поездки в Красноярск, на которой я не попал. Потом Рига была. А потом еще и в Сочи было. Я не смог проехать гонку, потому что у меня взорвался мотор на тренировке. То есть три гонки подряд, которые я пытался проехать, у меня не прошли. Какая-то череда, да, такая? А ты вообще суверный человек, нет? Бывает у тебя? Да. Что ты заподозрил в тот момент, когда ты не попал в Красноярск и дальше у тебя пошло? Ой, мыслей много было разных, хороших. Но в целом ты их всех отмел. Так а что тут отметать? Время прошло, забыл. Хорошо. Слушай, тут ребята интересуются, кто быстрее, на твой взгляд, ты или Кристос? А такие разжигают ваши отношения между вами? Так, у Леши интернет. Немножечко. Немножечко у Леши. Все, Леш, мы тебя слышим. Отъехал куда-то. Да. Ну да, поменял дислокацию. Кто быстрее, ты или Кристос, который мне, кстати, только что в WhatsApp написал? Слушай, ну у нас же не тайма так, как определить, кто быстрее? Ну вот, видимо, подписчик имел в виду не быстрее, а может быть, не знаю, как вот результатим. Кто круче? У вас есть вообще командное соперничество? Или вы вообще братаны, в принципе? Слушай, я расстраиваюсь, когда Кристос в квале проезжает выше, чем я. Конечно. А на щелбаны забиваете, что если кто проедет ниже, ставите друг другу щелбаны? Нет, такого нет? Нет, у меня, когда в Нижнем Новгороде я занял шестое место в квале, он пятое, он вышел такой, ну что, проиграл мне? Я говорю, бля, проиграл. А что с тобой было, когда ты смотрел трансляцию из Красноярска, и когда просто Кристос там на твоей машине исполнял? Слушай, я вообще на самом деле, я очень на самом деле эмоциональный человек, у меня эмоции зашкаливают. И особенно после двух дней в аэропорту, так сказать, под охраной, у меня было не очень хорошее настроение, и у меня прям эмоции зашкаливали, меня в разные стороны швыряло, я был, короче, злой. И злой не на кого-то конкретно, а на ситуацию в целом. То есть у меня было давлено настроение, я был нервный, злой. И когда Кристос еще врезался на моей машине, я сказал, ну все, это волны просто. Мы просто ждали, интересно, что же в этот момент думает Леха, когда это случилось? А я в это время как раз в Киев попал. То есть представь, сколько прошло времени, у нас там, да, 3 или 4 дня гоночного процесса, тренировки, техкомы. И только в тот момент, когда была авария, я только вышел из самолета и ехал с аэропорта. И смотрел трансляцию, понимаешь? А тут Кристос. Мне понравилось, что он смог уехать от Азарова на разгоне настолько далеко. То есть машина может. Я в этот момент об этом думал. А вообще, честно говоря, мне очень нравится. Может быть, это с приходом постройки нового автомобиля, когда у меня появился второй. Мне стало очень интересно смотреть на то, как кто-то едет на моем автомобиле. А, со стороны, да? Да, да. Мне прям не западло сейчас кому-то дать машину и сказать, навальни по тройку, я постою, посмотрю. Даже Петровичу дашь? Да. За кардан не боишься? Нет, у меня крепкая машина. Хорошо. И мы поехали, как-то тренировка у нас тут зимой была на Чайке. Зима-то теплая была и сухо было прям. И я давал машину каждому. Ну, понятное дело, нормальному пилоту, новички, новички даже не подходили. Нормальные пацаны, кто в теме, кто хорошо ездит, я всем давал машину порулить. И все ездили на Чайке, я со стороны смотрел. И мне было, во-первых, интересно смотреть со стороны. Во-вторых, было интересно послушать эмоции людей, которые выходят из-за руля и говорят. Вау, прикольная тачка, там все классно и так далее. Блин, это очень классный опыт посмотреть, на что твоя машина способна не с тобой. А знаешь, так со стороны. Да. Еще загордиться и полюбить ее еще больше. Да, присутствует, конечно, момент, что кто-то что-то может поломать, переключиться. Ну, я там, как правило, говорил ребятам, так, в ходу не переключаемся, там трасса такая-то, что разогнался до третьей, на третьей едешь. Говорю, лишний раз там коробку не надо дергать. Сцепление, говорю, гаси там четырехдисково, ничего ему не будет. Мотор гаси, ничего ему не будет. А вот коробку, говорю, побереги. Ну, главное предупредить, знаешь, а там уже дело техники. Пускай каждый дальше сам как хочет. Кстати, а кого из украинских пилотов ты бы хотел видеть в РДС? У тебя есть, были такие там, может быть, мысли, не знаю, что вот было бы хорошо со своим земляком прогнать еще в РДС? Ты знаешь, я задумывался об этом, но кого-то выделить конкретно сейчас не могу. Или не хочу. Ну, хорошо. Запомню просто этот вопрос. Возможно, он будет одним из интересных. Кстати, Леша сегодня за самый интересный вопрос подписчику дарит что? Кепку Лукойл Рейсинг Тим. Вот, представляете, какие пироги. Мне тоже надо, кстати, постараться, но я кепки не ношу. Ну, ладно, пускай кепка будет ваша. Леша, кто твой любимый пилот? Давай не будем ограничиваться РДС. Давай, в принципе, посмотрим на все дрифт-сообщество мировое. Может быть, не любимый, но тот, кто тебе больше всего импонирует. Вот импонирует мне больше всего Джеймс Дин. Кстати, он вчера был в прямом эфире тоже в формуле дрифта. Прикольно. Он импонирует мне своим стилем вождения, импонирует своим автомобилем, двигателем. Ну, то есть, все очень схоже, не схоже, но то, что мне нравится. Поэтому он мне импонирует максимально, во всех смыслах. А ты тоже считаешь, что Джеймс Дин – машина? Да. Еще никто не выигрывал столько раз в формулу дрифт. Никто. Тебе нравится формула дрифт? Или тебе больше по душе Д1? Конечно, формула дрифт. А формула дрифт или РДС-Джипи? Ну, так это сложный вопрос, но… Ну, так надо же ответить как-нибудь. Сказать, что лучше? Ну, формула дрифт я смотрю, а в РДС я еду, понимаешь? Это разные вещи. А хотел бы в формуле дрифт проехать? Да, конечно. Если бы ты спросила, что ты думаешь о РДС, ну, это, наверное, другая тема, да, совсем? Или будет такой вопрос отдельно? Ну, давай сейчас задам. А что ты думаешь об РДС? Мне, в принципе, хватило того, что ты думаешь об РДС вот в твоем недавнем интервью на Ютубе. И было прям очень приятно. Но ты можешь сказать тем, кто не слышал, например, что ты думаешь. Я считаю, что РДС очень крутой топовый чемпионат с очень сильным набором пилотов, трасс. Я же ездил много разных чемпионатов. Европейских, Греции, там всю Восточную Европу объехал. Много чего видел. И в РДС очень крутая организация. Прям пахнет спортом, знаешь, все эти правила. Нигде такого нет. Тайминги четкие. То есть дисциплина. Все очень четко и классно. Сейчас еще больше запахнет спортом. Ты знаешь, мы же стали официальным видом спорта теперь в России. Ты, наверное, еще не слышал этой новости? Я слышал, конечно. Но я тебе так скажу. У нас в Украине этот спорт уже давным-давно официальный. Я уже даже имею разряд мастер спорта. Уже года так три. Да, мы знаем. Ты же двукратный чемпион Украины. Или все-таки трех? Двух, да? А потом у нас пошло все по накатанной вниз. 2014 год. Заварушка, войны. И с тех пор все идет по накатанной вниз. И в этом году все сильно резко пошло вверх. Начало строиться много новых машин. Пришло в дрифт очень много людей. Новеньких. Вау. Настолько много, что даже я не всех знаю теперь в Украине. Реально. Главное, чтобы тебя все знали, знаешь. А там уже познакомитесь. Поэтому в этом нет ничего страшного. Окей, про РДС тоже спросили. Перспектива была хорошая в Украине. Но что теперь с этой ситуацией? Непонятно. Ну, давай будем надеяться на лучшее. Вы-то там вообще, ребята, вам не привыкать, мне кажется, в такой ситуации. У нас здесь все испугались. Вот эти вот все истории. Ну, я думаю, что все так или иначе наладится через месяц, а то через полтора. Главное, чтобы все было хорошо и сохранять спокойствие. По поводу... Давай чемпионатов мы закроем сейчас вопросы. Если бы была у тебя возможность какой-нибудь чемпионат полностью проехать, мы сейчас не будем брать РДС-ГП, ты и так его едешь. Мировой, любой. Какой бы ты все-таки проехал? Вот прям с ней так. Дрифтмастер. Дрифтмастер, да? Ну, я считаю, что Дрифтмастерс, РДС и Формула Дрифт – это топовые чемпионаты. Ну, локальный там, ирландский неплохой, но будем говорить, что он Дрифтмастерс перекрывает ирландский чемпионат. То есть, условно, Формула Дрифт, Дрифтмастерс и РДС – это вот три крутых чемпионата. Конечно, все бы хотелось проехать. Хорошо, спасибо. Еще был такой вопрос. Что тебе нравится больше – гонять или судить? Ну, я думаю, тут очевидно, в принципе. Сто процентов. Судьи вообще говорят, дело неблагодарное быть. Ты согласен с этим утверждением? Конечно. Я судил тоже очень много. Отсудил четыре года белорусский чемпионат, прям полностью от и до. Украинский чемпионат и судил. Ну, есть вопросы. Когда пытаешься относиться к делу со всей душой, то кто-то там все равно тебе предъявляет, что ты его не так посудил. Действительно, дело неблагодарное, но в моем случае могу чуть-чуть авторитетом придавить, знаешь. Да, я видела. Не только на судейской вышке. Именно это помогает, потому что эмоции пилотами движут, не всегда все в своем уме начинают, знаешь, там, а ты их можешь чуть-чуть авторитетом придавить и успокоить ситуацию. Иногда доходит, конечно, до более других ситуаций. Допустим, как у нас с Губановым была ситуация. Ну, эмоции никуда не деть, знаешь. Иногда это тоже добавляет такой перчинки во все происходящее. Мы же понимаем, что вы до грязи-то не опуститесь. Но, в принципе, вот все равно, это же мужской вид спорта, это мужские эмоции, поэтому... Давайте разрешим драться. Давайте разрешим где-нибудь, но не в РДС. Ну, можно там сделать пункты, типа, драться можно только в шлеме, только с закрытым визором, только возле своего автомобиля. Ну, что-нибудь, короче, ограничить как. Лосеву драться нельзя, да? Лосеву драться нельзя, да. Я сразу думаю об этом, знаешь. Там, мне кажется... Там, дороги, парный, едешь, дороги, парный такой, лосик тебе попался. Ты думаешь, так, типа, лося выиграю. Бля, главное, чтобы до драки не дошло, да? Там и есть вопросы. Да, это точно. Слушай, расскажи, кстати, про Лукоил. Ты в прошлом году попал в Лукоил Рейсинг. Так, и вообще, в принципе, видно, что команда достаточно серьезная. Это команда с богатейшей гоночной историей. И вот ты попал в Лукоил, и вопрос от подписчика такой. Кто с тобой на этапах постоянно? Может быть, из твоих ребят. И кто твой споттер? И вообще, как слажена именно твоя команда в рамках команды Лукоила, скажем так? Так, ну вы сейчас офигеете. Моя команда – это я плюс механика. Все. А споттер где? Споттер кто? Нету споттера. Нету споттера. Итак. Я всегда ездил с закрытыми глазами и всегда ехал на своих ощущениях. У меня никогда не было споттера, у меня никогда не было два механика. Все 10 лет у меня всегда был только я и один механик. То есть я всегда еду за рулем технички, и неважно, сколько километров, тысячу или три или пять, и мы вдвоем гоняем и возвращаемся обратно. То есть задача механика – отслуживать тачку, переобувать шины. Моя задача – помогать ему и ехать. Вот так. То есть вы всегда вдвоем? Да. А он в Красноярске-то был? Вот он и был в Красноярске, а я нет. Ну ладно. Мы передаем… Кстати, как его зовут? У меня вообще семинар на самом деле беда. Миша. Миша, мы тебе передаем большой привет. Да, Миша, Аня, тебе привет. Это тот механик, с которым я ехал в сезон «Лукойла». Конечно же, у меня было несколько ребят, и в разные годы они были разные, но не сильно много ребят. За все время у меня там поменялось, может быть, в четыре человека, не больше. А есть вообще какой-то… Как ты вообще в дрифт попал, кстати? Расскажи немножечко об этом тоже. Не везде и немногие знают эту информацию. Как ты вообще попал-то в этот круговорот? Слушай, я это помню, как сегодня. Очень все просто. Хотелось гонять. Была городская машина, обыкновенный Mitsubishi Lancer, не Evolution даже. Я посещал на нем все любительские соревнования. С лалом и ралли, именно любительские такие по городу. Ну, по площадкам имеется в виду. Ну, а потом, когда уперся в машину конкретно, она еще на автомате была, нужно было либо ее дорабатывать, либо покупать какую-то корчину, типа восьмерки и кольцо, да, ехать на ней. Что-то дешевое надо было выбрать. И я тогда попал на форум Drift.com.ua, очень популярный в СНГ на то время и для России тоже. Какой это год был? Да хрен его знает, лет 10 назад. Ну, 10 лет, наверное, не так много. Наверное, 10-12 лет назад это было. И тогда можно было купить Nissan 13, тот, который у меня, за очень дешево. И для того, чтобы стать дрифтером, нужно было снять 4 амортизатора, отнести их в соседний гараж, где бы их прокачали за 100 долларов. Завариваешь блокировку, покупаешь дешевый ковш, руль с разборки. Все, ты дрифтер. Вот так же просто, да? Да, вот так все. Это было самое дешевое, чем можно было заняться и прикольное на то время. Потому что кольцевые гонки на восьмерках меня не сильно привлекали. Хотелось что-то интересное, все-таки там дрифт. Я тогда ничего не знал о японском дрифте. Вот вообще ничего. Изредка какие-то ролики там, не больше того. Я именно смотрел тогда и вдохновлялся тем дрифтом, который был у нас. То есть я не смотрел на Японию и приносил его сюда. Да, я смотрел на тот дрифт, который был. На то время у нас он существовал уже года два, наверное. У нас были какие-то там 14-13 Ниссаны. Несколько ребят уже ездили как-то там на парковках. Какие-то BMW. Ну все это было, конечно, отвратительно. Но оно было. И это хотелось там тоже быть. Купил себе Ниссан за 6 тысяч долларов на ЦА-18. Проехал на нем две тренировки. Потом он стуканул, естественно, как у всех. Потом был куплен в Одессе РБ-25 и пошло, поехало по болтику, по винтику. Этот Ниссан превратился в реально боевую машину. И до сих пор есть. Но теперь уже дрифт не такой дешевый без спорта, да? Как он был 10-12 лет назад. Да, да, все верно. Многие ребята, кстати, может быть, те, кто мечтает о такой же жизни, как у вас, спрашивают, вот как дрифт, хорошо ли кормить дрифт, много ли можно заработать на дрифте. Я хочу, чтобы они услышали ответ от профессионального пилота. Много ли можно заработать на дрифте, Леша? Заработать можно, но не на самом дрифте. Косвенно на дрифте можно заработать. Допустим, открыв сервис, или став блогером, или продавая запчасти. То есть косвенно, будучи дрифтером, заработать можно. Быть учителем, да, там, в какой-нибудь школе. Можно. Непосредственно от дрифта нет. Вот, пожалуйста, все там 530 человек, которые сейчас смотрят, и все, кто будут пересматривать. Вот услышьте, услышьте эти правильные слова. От дрифта можно получать только удовольствие, а деньги можно заработать в другом месте. Но в околодрифтовом, в принципе, тоже можно заработать какие-то деньги. Чепа, кто твой главный соперник? Мария Зуева интересуется. У нас как будто игра знатоков, да? Да, 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 да. Вопрос из Донецка. Значит, кто твой главный соперник? Слушай, это, наверное, ни для кого не секрет. Я очень давно хочу побороть Гочу. И у нас очень много с ним было уже, ну, стычек, будем говорить так, заездов парных, я имею в виду, да? И его пока счет на победы лидирует. Я пару раз у него выигрывал, он больше у меня выигрывал. Какой у вас счет? Я не веду счет конкретный, но он почувствуется, когда он перевесится в мою сторону. Мы не сможем этот момент пропустить, да? Я обязательно этот момент почувствую. И я доберусь до этого момента, если будет такая возможность. Ну, слушай, очень хороший был старт в прошлом году на МРВ как раз. Вы так бодренько начали сезон, были самые подготовленные, как ты помнишь, там подиум был, саммит. Так бодренько начали, потом что-то как-то непонятно там, где-то что-то случалось. Какая твоя любимая трасса вообще, в принципе, из тех, на которых сейчас РДС-ГП проходит? Вот где тебе комфортнее всего? Я обожаю Рязань. Почему? Потому что она маленькая, рабочая? Я люблю, да, маленькие рабочие трассы и люблю стены. Чем их больше, тем лучше. Вот если бы вся Рязань была выставлена стенами, я бы кайфовал еще больше. Мне кажется, кое-кому бы не понравилось, знаешь? Федя, например, Воробьев у нас не любит стены. Я помню, в 2016 году, когда квалификацию перенесли на следующий день, потому что из 30-23 убралось в стену. Помнишь такое? Помню, я помню, да. Я не понимаю, как такое может быть. Мы потом ходили, аж метки убирали с этой стены, да? Да, я просто не понимаю, как такое может быть. Я от этой стены кайфую. Причем я ее касался всего несколько раз и незначительно там загнул чуть-чуть жопку. То есть тебе нравится ощущение опасности такое? Да, я, если, может быть, ты когда-то видела в сети, катался по горным дорогам Греции, там здесь серьезные обрывы. Да, я видела. Там, если убрался, там, ну, просто поврежденной машиной не отделаешься. Там прям серьезно очень. И в том месте я прям максимально кайфанул. И у нас съемки там были. Они сначала проходили напряжно. Была суета, куча народу, все не клеилось. А потом, когда люди рассеялись, никого не стало, потому что мы там целый день были. Я остался, я и оператор, мы вдвоем были. И это был просто кайф. Оператор делал свою работу. Влад Лушин, он кайфовал от процесса съемки в таких местах. А я просто абстрагировался от всех этих видео, выполнял его минимальные инструкции типа старт-стоп и кайфовал от вот этого всего. Потому что там я был, машина и обрыв, все. Вот такие ситуации, места я очень люблю. А как ты, знаешь, это очень же психологически, в принципе, тяжело, когда адреналин фигачит вообще там на запредельном уровне, когда тебе еще надо машину держать под контролем, да? У тебя что происходит внутри? Каким образом ты себя сдерживаешь, знаешь? Потому что очень надо много такого, ну, много мужества, чтобы в себе это вообще все удержать. не поддаться эмоциям, никуда ничего не лишнего не сделать, чтобы ничего плохого не произошло. Слушай, опытный, профессиональный спортсмен тот, кто умеет работать вот именно в такой обстановке. Потому что очень много, вот на примере дрифта, ребят на тренировках показывают хорошие результаты, а банально на квалификации просто лажают максимально, не говоря уже даже о парных. Да, это правда. Потому что на квалификации приходит вот этот мандраж. Вот мандраж приходит. И насколько ты готов показать свои умения с этим мандражом? Вот настолько ты профессионал. А у тебя приходит мандраж на квалификации? Конечно, конечно. Если бы не было мандража, я бы выиграл всех и сразу. То есть иногда ты сейчас признаешь, что иногда мандраж чуточку мешает, когда он выходит из-под контроля. Конечно. Я вот уже себе представляю первый этап. Новая машина, спонсор, реклама там, все смотрят на тебя. Сейчас он облажается, у него уже где-то 86. Ты стоишь такой, думаешь, блядь, вот столько всего, и нельзя нигде. Вот это все давит на тебя. И чем больше, и чем круче ты, тем больше у тебя спонсор, тем больше на тебя все это давит. И те, кто едут под большими спонсорами и показывают серьезные результаты, типа таких пацанов, как Джеймс Дин, Азба, они же крутые пацаны, если говорить о формуле Drift, то они молодцы, раз они могут под таким давлением показывать серьезные результаты. Да, давление, конечно, колоссальное. Слушай, какой твой день самый нелюбимый в RDSGP? Я, в принципе, знаю, какой день у пилотов не очень любимый. Какой день? Да. Знаешь, у нас есть день тренировочный, потом первый день у нас, когда идет квала топ-32 плюс парад пилотов, а второй день вот уже финалы. Какой день ты... Слушай, наверное, нет такого дня. Потому что первый день, который у нас административный, он, как правило, первый день после длительной дороги, и, как правило, это день отдыха и такого вальяжного, вальяжной подготовки техники. Я люблю любое дело начинать с полностью готового, готового, да, то есть машина должна быть полностью готова, все должно быть заряжено, помыто, почищено. И этот день как раз дает такую возможность это сделать. Поэтому, а следующий день полностью тренировочный, а потом квала, гонка, ну, как бы. А аппарат пилотов любишь? Слушай, да я буду откровенен, это непросто. Это очень непросто. Слушай, когда ты стоишь на параде, к тебе подходят люди и говорят «Привет, там, мы из Украины», или «Привет, ты классно водишь», или «Привет, на подарок», там, ну, это же кайфово, люди приходят и дарят тебе свои эмоции, поэтому это важно. Ты подпитываешься энергетически для следующей стадии. О, кстати, а ты можешь вспомнить какой-нибудь необычный, самый какой-то лютый подарок, который тебе дарили фанаты? Слушай, некоторые подарки и картины у меня висят на стене даже. То есть прям картины пишут? Да, рисованные, да, карандашом. Это очень здорово. Ребят, давайте, когда вы приходите на парад пилотов, дарите ребятам не только эмоции, но и что-нибудь. Потом они смотрят на свои стены, в своих особняках и наслаждаются. Если бы у нас все пошло по плану, я был бы сейчас у себя в кабинете, то я бы показал эти картины, но сейчас я в машине. Вот, блин, жаль, что у нас, да, пошло не по плану. Кстати, свет дали, нет? Думаю, что нет. Я думаю, что где-то провода оборвала, потому что буря сильная. Понятно. Но мы тебя долго задерживать не будем. Еще буквально несколько вопросов. Хотя, в принципе, знаешь, на основные вопросы ты так или иначе ответил уже в большинстве, да, своем. Единственное, что вот по поводу пилотов, опять же, что ты считаешь три самых важных качества у профессионального пилота? Или давай так, у профессионального спортсмена в целом? Ты уже называл три качества машины, когда мы говорили о GT86. Давай три качества пилотов. Порядочность на треке, потому что выигрывать нужно честно. Честность, порядочность, но это, наверное, к одному пункту. Ну, профессионализм, понятно, а третья даже не знаю, что выделить. А что есть составляющая? Эти пунктов достаточно, они в объединяются, по-моему, в себе. Составляющая профессионализма – это что, количество тренировок или вообще подход, в принципе, какой-то? Спортивный там режим дня, я не знаю. А ты, кстати, каким-нибудь еще видом спорта занимаешься? Там, в качалку ходишь, бегаешь по утрам? Нет. Физическую форму никак не поддерживаешь? Чисто вот так, как есть. Нет, да, как есть. То есть я, на самом деле, очень много времени уделяю работе. Я заработаю 6 дней в неделю, с утра и до вечера. Рано утром ухожу, поздно вечером прихожу. Я понимаю, что на любой спорт всегда можно найти время. Это все больше отмазки. Может быть, так и есть. Ну, знаешь, некоторые, особенно кольцевики, они не считают дрифт с точки зрения физической какой-то там выносливости сильно прям таким затратным по физическим данным видам спорта, понимаешь? Они думают, что, ну, там 40 секунд длится у вас заезд, ничего страшного. Но они же не представляют, каково это 40 секунд провести в машине, где 85 градусов, да, жары. Помнишь, как это было на двойном этапе в Сочи? То есть ты, в принципе, отчасти с ними согласен, да? Да, они по факту правы, но провести, допустим, недельный уикенд гоночный, который включает в себя логистику, ремонты, гонку, да, то есть это моральное напряжение. То есть неделю гоночного уикенда провести хорошо нужно быть достаточно сильным. Как физически, так и морально, потому что выматывает капитально. Ну, у каждого спорта свои плюсы и минусы. Чеб, готов выбрать вопрос, который, может быть, тебе запомнился прямо сейчас? Ты знаешь, сейчас не готов выделить вопрос. Когда ты выкладывала слайд и листала там кучу вопросиков, мне понравился оттуда один вопросик. Давай. Ты косвенно относишься к тем, на которые отвечал. Почему ты, типа, выбрал GT86, когда ИСХ и так хорош? Да, да. По-моему, это этот вопрос. Я давай посмотрю, кто его задал, и мы автору этого вопроса, потому что подобных вопросов было много, но я вот их объединила в один, да, чтобы ты вначале ответил на вопрос по GT86, но автор этого вопроса, если ты есть сейчас в чате, и ты узнаешь постановку своего вопроса, обязательно напиши, если нет, то я тебе просто скину в WhatsApp тогда автора этого вопроса, и вы уже там как-то сконнектитесь, да? На вопросы о составе команды Lookoy Racing на следующий год мы не отвечаем. Это было вообще, в принципе, оговорено с вами заранее, что никакие инсайды мы не выдаем. Если вдруг у тебя есть каким инсайдом поделиться, которым можно поделиться, ты можешь поделиться пока с нами. Если нет, то, в принципе, нет. Нет, ждите. Ждем релиз, хорошо. Чепа, спасибо тебе большое, что даже несмотря на бурю и этот ураган, который там происходит, мы с тобой все-таки нашли время для того, чтобы созвониться. Ты очень интересный собеседник. Спасибо тебе большое. И давай чего-нибудь пожелаем зрителям, которые нас смотрят и которые ждут уже начала сезона. Ребят, всем пока. Спасибо, что посмотрели эфир. И надеюсь, что сезон будет, и мы все увидимся, и все будет круто. Поэтому до встречи на первом этапе. Спасибо большое. Все, до встречи на первом этапе. Спасибо, что согласился. И будем тебя ждать на первом этапе. И, конечно же, за тебя болеть. Пока-пока. Берегите там себя. Всего пока-пока. Всем пока. Друзья, вот так вот мы поговорили. Очень здорово с Чепой. Мне кажется, был потрясающий прямой эфир. Ну и плюс, наконец-то написал нам Кристос. И Кристоса я обязательно выдерну на эфир на следующей неделе. Либо вторник, либо четверг это будет. Мы с вами тогда обращаемся до вторника. Не забывайте, не забывайте, пожалуйста, подписываться на RDSGP, во все наши аккаунты. Мы есть во всех абсолютно социальных сетях. Поэтому мы везде вас ждем. Лишь скажи, пожалуйста, первый этап переносится на июнь или раньше. Друзья, мы очень хотим вам дать точные даты. Более того, мы сами хотим их знать. Но, к сожалению, пока на данный момент мы не знаем того, что будет даже через неделю или через две. Поэтому я думаю, что немножечко терпения к началу мая в 100% уже будет понятно, на какие вещи, простите, на какие даты мы перенесли первый этап. Мы ни в коем случае не отменяем ничего. Мы просто переносим в связи с ситуацией. Проведи, пожалуйста, эфир с гриней. Друзья, мы проводим эфиры с пилотами RDS. Возможно, попозже мы будем проводить эфиры с судьями RDS. Дядя Федор, мы все... Слушайте, столько пилотов, что нам всех хватит и времени, и эфиров. На следующей неделе анонс будет попозже. Я вам расскажу, кто будет в эфире. Ну, а пока спасибо большое, что смотрели. Берегите себя, берегите близких своих. Пожалуйста, сидите дома. Давайте остановим эту заразу и, наконец-то, живем прежней нашей жизнью, которая еще счастливее. Спасибо большое, друзья. Я побежала пить чай. Но вам хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok